В Москве состоялось традиционное первомайское шествие по Красной площади. Колонны прошли от храма Василия Блаженного к историческому музею. Говорит и показывает Москва. Говорит и показывает Красная площадь нашей столицы. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие товарищи, сегодня 1 мая 2019 года. Россия встречает тень международной солидарности трудящихся. С праздником, дорогие друзья. РИА Новости сообщает, что на первомайское шествие в Москве вышли более 100 тысяч человек. Акция организована Московской Федерацией профсоюзов и прошла под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Демонстрацию на Красной площади возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев и председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Сегодня под нашим лозунгом «Справедливая экономика для достойного труда» люди требуют, чтобы их доходы соответствовали все возрастающим тарифам, налогам и прочим обязательным платежам. Сегодня мы с вами должны сказать, что некоторые пути развития нашей экономики должны быть скорректированы для того, чтобы и заработная плата была достойной, чтобы экономическая жизнь нашей страны была все более и более активной. Участники акции несли флаги, транспаранты, воздушные шары, цветов российского триколора и цветы. Среди них много представителей профсоюзных организаций, работников образования, науки, соцзащиты, промышленности, автопрома и других отраслей, а также студентов, ветеранов, депутатов Мосгордумы, членов «Единой России» и других парламентских партий. Человек труда – это основа нашего общества. Профсоюзы выступают за достойный труд и за стабильное развитие России. Профсоюз – защита, занятость, законность. Да здравствует 1 мая! Мир! Труд! Маль! Ура! Напомним, День труда, 1 мая, отмечается во многих странах мира. История праздника началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требования сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом. Однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижском конгрессе трудящихся, и 1 мая было объявлено Всемирным днем солидарности трудящихся.